это девочка взяла и использовала 15 секунд для того чтобы вместить свои шедевры поначалу звучали как какой-то самообман как будем мир менять каждый раз будут являться новой причиной так как принять себя можно начинать вот отсюда а что же для тебя дом а где твой дом потому что ты называешь себя так смело дитя народа то у меня 32 национальности и это очень забавно ты вот дурьер салфа тянет туда где готовить чемодан где его собирать знаю твои амбиции довольна ли ты альбом и моноскрипт слушать ему альбом он войти с посылки она тоже будет работать или как она хочет петь господи да действительно все правда все так и есть все классно за ее плечами всего четверть жизни но уже проделана просто огромная работа позади сотрудничество с лучшими музыкантами москвы петербурга лондона запись огромного количества песен их мне кажется уже больше двух сотен на разных языках сотрудничество с именитыми брендами и съемка в их рекламных роликах а также что является основным это конечно настоящая революция в соцсетях а именно в инстаграме потому что эта девочка эта девушка в общем-то впервые в мире взяла использовала 15 секунд для того чтобы вместить свои шедевры и по праву стать певицей нового поколения это все манижем они же здравствуй спасибо тебе за эту встречу спасибо такие приятные слова а что что из них больше всего как-то цепляет и откликается в тебе разе 15 секунд потому что они поначалу звучали как какой-то самообман даже я сама внутренне как-то сомневался не понимала что такое 15 секунд для музыки оказалось что именно они стали ключом потому чтобы транслировать то что чувствуешь что самое лестное из всего того что уже прочитала о это сложно наверное самое лестное когда выкладывают фотографии или видео с детьми которые поют песни вот это наверное самое лестное потому что дети они еще так тонко чувствуют эмоциями человека то есть они так могут резко идентифицировать сказать о мини нравится этот дядя или вот мне нравится эта тетя и тут классно что они запоминают песню и как не знаю прям видно по ним что они поняли мне почувствовали меня и вот это наверное самое крутое ты уже говорила о том что хочешь изменить мир выбрала скромный инстаграм как будем мир менять и почему он сегодня нуждаются в одночасье изменить мир это дело жизни и это огромная внутренняя работа не измениться не не стать черством почему-то продолжать любить людей хоть порой люди предают и это очень больно и наверное изменить мир не как не знаю написать песню которая изменит мир наверное своим присутствием и своим отношением к миру ты меняешь мир и со временем находишь людей таких же как и ты которые делают то же самое объединяясь ты чувствуешь что нет нет вот этой белой стороны намного больше чем чем темный а как ты думаешь почему сегодня мир нуждается в переменах мне кажется что все меньше чувственности эмоциональной в мире мне кажется что сейчас так легко себя видоизменить так легко себя сделать в тех же самых социальных сетях идеальным это так стало просто у тебя и всякие приложения фотошопа и так далее мне кажется что не хватает естественности и вот что я бы меняла бы сейчас сегодня каждый раз будут являться новой причиной но сегодня я бы меняла бы мифы о восприятии красоты в наше время мне не нравятся все эти мифы и мне кажется что они надуманные культуры масс-маркетом и к сожалению многие попадают под эти манипуляции я не исключение и чувствуют комплексы чувствует что им сложно они не чувствуют то что они красивые и это им мешает жить мне кажется сейчас на данном этапе моего творчества все спецпроекты которые я хочу их и делаю сейчас они нацелены то чтобы принимать свою натуральность и естественность как принять себя можно начинать вот отсюда и медленно медленно двигаться медленно нельзя торопиться у нас обычно бывает вот хочу себя изменить с завтрашнего дня и начну делать вот это вот это вот это вот это я пойду в спортзал я возьму вот это ну короче с понедельника как минимум все это все это все чаще всего не делать тебя счастливее у меня было много опыта когда я и добивалась того чего хотела в там фигуре или вот именно касательно внешности но удивительно то что проходило время я вспоминала себя что-то мне там получил словно говоря похудеть я не чувствовал себя счастливее от этого ну то есть я не чувствовал себя куда все я все сделал я молодец я добилась я еще начинал я еще начинала худеть ли я еще начинал работать собой и не было этого стопа мне кажется вот этот стоп нужно поймать и почувствовать ты очень много значения придаешь духовности в своем творчестве ты это подчеркивает что это важно это составляющая действительно когда ты это поняла мне кажется в 15 лет я стала это чувствовать всегда происходит такое с человеком ты сначала продукт своей семьи и потом ты потихоньку становишься продуктом общества и вот этот пубертат когда ты чувствуешь себя единицей уникальной единицей и все вокруг не соответствует что ты считаешь что должно быть все по-другому и вот в этот момент он такой переломный момент когда ты начинаешь обращаться не к людям не уже даже не к себе это подошлись понять как вообще-то все устроенный кто кто там кто подсказывает кто поди поддержит ли кто-то существует ли этом вселенная которая тебя слышит или не существует и вас 15 начали эти мысли все лезть мою голову и с годами я прохожу на 50 процентов когда ты не знаю сталкиваешься с ситуациями которые тебя шокируют и думаешь боже ну как дальше так как ну вот как дальше а потом 50 процентов ситуации когда ты думаешь да господи да действительно все правда все так и есть все классно и что этот опыт который ты проходила нужен тебе сейчас чтобы понять что действительно есть кто-то кто поддерживает вот на самом деле нас действительно смотрят в разных самых отдаленных даже уголках планеты людей интересует как ты ощущаешь эту связь с богом да и как ты понимаешь что я ощущаю во всем мне кажется что он есть в каждом и вот вот это что я в этом году точно поняла что нельзя воспринимать людей как источник чего-то тогда ты не чувствуешь себя полноценным человеком ты там через творчество не источник люди не источник семья не источник это такая эгоистичная позиция что я не смогу жить без творчества не смогу жить без близких это сложно принять что рано или поздно будут люди уходить рано или поздно творчество будет как-то меняться и тоже уходить и тут как раз таки нужно научиться принимать что это твои проводники и они тебя все время чему-то учит они все время дают тебе информацию и твоя задача и и проработать и сделать вывод на самом деле по мнению очень многих артистов из сегодняшних твое творчество это не про бизнес как я люблю говорить не твое творчество это все-таки про искусство в твоем понимании что значит творчество мало это но научиться говорить самим собой о том что действительно тебя волнует потому что в моем в моем случае творчество стала терапии стала лечением иначе наверное многое я бы не смогла бы пройти своей жизни просто потому что все просло внутри меня росло и потом вы просто меня будет уничтожило я достала выходить из на не знаю в по в стихах в музыке в мелодиях во всем наверное творчество для меня сегодня это чистые воды и терапия лечение а когда все это началось него 8 лет когда я могу сказать что окончательно поняла что я буду заниматься творчеством нет я мне было легко мне было легко писать стихи не было легко петь и вот эта легкость она завораживала я не понимал откуда этого мне почему это приходит сейчас годами я понимаю да действительно были кризисы в детстве это всегда исходит там из семьи когда происходят какие-то переломные моменты в семье они отражаются на тебе и ты в стрессовой ситуации не можешь сразу начать плакать или там что-то выдавать нет 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 ты так хоп получил информацию ты с ней пожил пожил и потом она начинает как цветки раскрываться и выходить из тебя то да это началось наверно с таким вот именно кризисом детстве я правильно понимаю один из таких моментов это папа и уход папы либо его отношения к тому что ты делаешь это мне кажется у всех многих сейчас такое бывает и было когда родители просто расходятся и в детстве ты не понимаешь почему это происходит тебе кажется так несправедливо но как же так с годами конечно понимаешь что да такое возможно бывает что люди не могут жить вместе и они расходятся и конечно очень страшно и обидно за детей которые могут неправильно это может неправильно сформироваться внутри них и это только это же не только зависит от родителей которые рядом есть еще социум они ходят в школу они общаются одноклассниками не общаются своими друзьями у которых другая ситуация может быть и это тоже может их травмировать и да я думаю что то что родители разошлись это то это конечно повлияло на меня сейчас я точно понимаю и весь этот путь которым я проходила внутренние осознание в себе силы отцовской силы материнской он меня питал и рождался музыка я знаю что тяжелой для тебя тема является тема дома потому что многие журналисты до сих пор тебя спрашивают а что же для тебя дом что это в твоем понимании а где твой дом потому что ты называешь себя так смело дитя народа ты себе говоришь но вот расскажи пожалуйста я знаю что родилась ты в горах душан бы это всем известно всем понятно место совершенно особенное мне кажется там дышится и думается по-другому тянет туда или есть все же вот эта тяжесть которая не позволяет себя переосилить на самом деле очень тянет и я туда приезжаю навещаю оставшихся близких которые там есть сейчас ну конечно с момента когда дом официально уже снесли я там не было мне не сложно наверное оказаться там я не не знаю как есть отреагирую но я скучаю по этому месту потому что с одной стороны это эта ситуация дала мне возможность почувствовать себя человеком мира то есть человеком которого нету дома и это это не ужасно нет ты просто понимаешь что с этого момента весь мир это твой дом и куда бы ты не поехал ты дома и но конечно же какие-то воспоминания лезут в голову цвета стен не знаю запах который был во дворе бассейн детский который в детстве мы плавали бабушку которую я очень сильно любила и здесь конечно наверное вот эти воспоминания они еще не как-то не дозрели наверное и мне станет может полегче и я обязательно туда поеду и навещу это место но как по крайней мере как-то окунусь в эти воспоминания которые меня сделали таким человеком который я являюсь сегодня не так давно мне на глаза попался видеоролик снят он был давно но видимо все в свое время и как-то в преддверии этой встречи я вообще фаталист я считаю что все не случайно в мире и вот попался этот ролик о том как люди проводили эксперимент и выяснили что в общем то все мы двоюродные в какой-то мере все мы двоюродные братья и сестры да да это я знаю это это ДНК тест я его сдала я его сдала в прошлом году я обнаружил что у меня 32 национальности и это очень забавно потому что ты видишь свои предпочтения в кубе не знаю в еде в погоде и ты можешь понять откуда они в тебе внешние какие-то твои истории почему тебя куда-то сильнее тянет почему ты не знаю чувствуешь какое-то родство с некоторыми своими друзьями и окажется что у тебя в ДНК есть их национальность ну то есть на самом деле жалко что у нас еще не все пришли к тому чтобы поверить и сдать тест на чтобы понять что в тебе нет одной национальности чтобы понять что ты состоишь из множества национальностей и твоя твои предки начиная с африки двигались 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 по по земле и кто-то остался тут кто-то потом переместился сюда и ты путем этого длинного длинного пути оказался сегодня здесь почему ты здесь оказался как ты здесь оказался где были до этого твои предки, кем они были по-настоящему. И этот тест, который действительно раскрывает глаза на многое. А как ты думаешь, способен ли этот тест реально повлиять на мировоззрение людей? Конечно. Конечно. И многие говорят, что вот, уже столько всего произошло в мире, нет вот этого чувства, не знаю, расизма и так далее, что это уже не актуально. До сих пор это все актуально, это до сих пор существует, я на себе это тоже чувствовала. И я могу сказать точно, что такой тест и вообще такая акция по отношению к себе говорит тебе, что оглянись, все эти люди, в каждом из них есть что-то общее с тобой. Я думаю, что это еще и помогает везде абсолютно чувствовать себя как дома. Вот, это еще одно. Немного о творчестве еще хочется с тобой поговорить. Многие критики и журналисты уже сбились с толку, называя и как-то пытаясь в какую-то рамку, что ли, взять и запихнуть. Как-то обозначить, во всяком случае, твой стиль, твое творчество. Уже многие придумали классные слоечки для того, чтобы всем было понятно, чем ты занимаешься. Но так или иначе, они пришли к единому мнению, что ты исполнительница, я вычитала на стыке песен Blue-Eyed Soul и Этна. Ну и помимо того, ты еще и DIY-artist. То есть ты вот do-it-yourself-artist. Что такое Blue-Eyed Soul? Это девушки, которые пели блюз, вообще интонировали в госпел-музыке. И их называли, что они... То есть соло-музыка, мы все знаем, как она произошла. И что обычно голубоглазые Blue-Eyed Girls не могут петь, как там классные такие мамы темнокожие в госпел-школах. Я, кстати, занималась в госпел-школе, я была в шоке. В Лондоне? Да, я была в шоке просто, как это происходит. И вообще, как это круто. Просто я после занятий выходила вообще не как выжатая лимона. Я была заряжена, мне кажется, еще на неделю. Потому что мы там прыгали, танцевали, мы пели. И вот этот постоянный ритм, постоянное ощущение движения ноты выше-выше-выше-выше дает тебе такой потом заряд на весь день. Вот. Так вот я отвлеклась. Этно. Почему этно? Ну, так как мы уже выяснили, что у меня 32 национальности, они постоянно появляются откуда-то, не возьмись, в музыке. Откуда-то эта нота? Почему эта мелодия пришла в голову? Я не понимаю, почему мне нравится вот этот инструмент. Он же абсолютно этнический. И мне очень нравилось соединять соло, этнику, электронную музыку. Все это миксовать, миксовать и называть это поп-музыкой. Это арт-поп-музыка. Это когда ты относишься к поп-музыке немножечко иначе, чем все остальные. Вот. И do it yourself. Это правда тоже про меня. Потому что многие вещи я по сей день делаю сама. И с одной стороны, это безумие, потому что нужно научиться делегировать на все 100% что-то, но мне не удается. Пока хочется все держать под контролем? Да. А как думаешь, это потомственное? Потому что знаю твою историю, и ты не единожды рассказывала, и для зрителей буквально расскажу. На самом деле, бабушка, прабабушка Манижи — это первая женщина в Средней Азии, которая сняла паранжу и сказала, что будет работать. А дальше, в общем-то, Манижа взяла и сказала свое твердое слово по поводу того, что она тоже будет работать, и как она хочет петь. Потому что действительно, на Востоке поющая женщина — это немножечко неправильно. Но семья меня поддержала полностью. И вообще у нас не было никогда в семье вот этого разделения, что есть женщина, есть мужчина, женщина не имеет права на это. Но такого не было. Все женщины у нас очень самодостаточные, все женщины у нас работают и добиваются того, чего хотят добиться. И наши мужчины, они поддерживают. И также продолжают работать над собой и над своими целями, и самореализовываться. То есть не было такого никогда, чтобы меня запретили петь. Мне никто не мог запретить петь. А ты больше живешь сердцем и эмоциями, или все-таки здравый ум включается? Я живу осознанным полетом. То есть я раньше, конечно же, я бросалась закрытыми глазами, была человеком эмоций. Я осталась таким человеком, но я осознаннее намного. Хочется поговорить о твоем альбоме, потому как, я думаю, ты согласишься, ты новатор. И альбом «Твой манускрипт» — это детище прекрасное, которое в муках рождалось. Но тем не менее, зная твой перфекционизм, зная твои амбиции, довольна ли ты альбомом «Манускрипт»? Нет. Я ждала этот ответ. Это неправильный ответ. Нужно было сказать, да, конечно, слушайте мой альбом, он в iTunes, посылки. Нет, я не довольна альбомом. Потому что я меняюсь каждый день. Я живой организм. А так как я уже говорила до этого, что для меня музыка — это терапия, и я транслирую то, что действительно внутри меня волнует, то манускрипт — это уже то, что меня волновало. И сегодня другая манижа будет говорить о других событиях из ее жизни и из жизни общества, которое ее окружает. Про Петербург я тоже спросила. Почему это место для тебя особенное? Что вас сближает? Петербург — город, в котором я нашла единомышленников. Найти единомышленников в собственном деле. Это, кажется, как я все время шучу, что построить семью, вырастить детей, отправить их в университет и так далее, сделать все-все-все намного легче, чем найти единомышленников в творчестве. Потому что особенно, когда у тебя нетипичное творчество для нашего рынка, то внутри нашего рынка сложно найти тех, которые в это поверят. Это, в первую очередь, не из-за денег, а именно из-за того, что есть цельная идея. И в Петербурге я нашла этих людей, и с этими людьми работаю. И в Петербурге стало так складываться, что зритель оказался теплее. И пока что все самые особенные концерты произошли здесь. Это какая-то очень зрелая любовь к Петербургу. Это не какая-то романтичная интрижка. Это очень зрелая любовь к Петербургу. И сейчас я провожу очень много времени в Москве. Очень много времени в Москве. И каждый раз, мы когда сюда выбираемся, даже вот сейчас мы думали, можно задержаться еще на денек, можно задержаться. Потому что здесь все-таки, как-то, не знаю, он помогает тебе восстановиться, он дает тебе возможность высказаться. Потому что здесь все тише. Здесь стены тише, здесь люди тише. И вот эта тишина, она как, не знаю, первый проводник к тому, чтобы творить. Потому что в Москве, я очень люблю Москву, я там прожила очень много лет, я училась там в университете, у меня столько друзей, моя семья живет в Москве. Но в Москве ты не можешь остановиться и подумать. В Москве ты постоянно действуешь. Ты действуешь. Ну, чтобы действовать, у тебя должен быть такой полный чемодан, уже подготовленный. А где готовить этот чемодан? Где его собирать? В Петербурге. Ты как-то сказала, я точно знаю, что своим присутствием в мире я помогаю людям пережить какую-то тяжелую жизненную ситуацию. Звучит очень серьезно. Это к вопросу. Я получаю письма, я получаю письма, ко мне подходят люди и рассказывают о том, что было в их жизни, и в какой момент они включили песню или альбом. У меня тоже такое бывает. с некоторыми исполнителями, что, не знаю, сидишь, плачешь, и тут, бац, играет какая-то песня, и ты думаешь, боже, это песня полностью про меня, про мои чувства. И вот ради этого стоит творить. Потому что, когда потом к тебе приходят люди и говорят, ты понимаешь, вот у меня был такой тяжелый момент, и вот вышла песня. Кстати, в фильме про Ледовый дворец, который мы сняли, в конце есть очень трогательный эпизод, когда я выходила к слушателям на улицу после концерта, ко мне подошла девочка и рассказывала о том, что она пережила, слушая эту песню, и как вовремя вышла эта песня. И вот я прям помню эти сумерки, как садилось уже солнце, и вот как будто бы никого вокруг нет, рядом есть только этот человек, который на тебя смотрит и говорит, ты мне помог. и ты такой раз, думаешь, я хочу еще делать много-много-много, если ради такого момента, как минимум. Я знаю, что твое присутствие здесь, в Петербурге, сейчас, также связано с очень хорошей, масштабной, благотворительной историей, потому что твое лицо на афишах замечательного фестиваля Антон Турк рядом. Вот скажи, как складываются твои отношения с этим благотворительным фондом, вообще с благотворительными фондами, и твое отношение к благотворительности? Дело в том, что я по образованию психолог, и последние два года в университете меня больше всего волновала работа с детишками, с особенностями. И я ходила в специализированные детские садики, общалась с детишками, и я писала дипломную работу, где я раскрывала материнское отношение к ребенку с особенностями в разных культурных сообществах. Я выбрала тогда, собственно, Россию и Таджикистан, и смотрела, где лучше относятся к ребенку с особенностями. И меня всегда эта тема трогает и волнует. И я сама хочу открыть свой центр со временем. Центр работы не только с детишками, а в первую очередь с родителями. и формировать в них уверенность в том, что есть почва под ногами, и не нужно бояться, и что твой ребенок с особенностями. И вот эта особенность, она его не должна отделять от других. И не нужно его отводить в специальную только группу, где только детишки с особенностями. Наоборот, нужно менять, трансформировать здесь сейчас то, что дети могут находиться во всех детских садиках вместе. Они должны взаимодействовать. Это меняет отношения и у детишек, и у детишек с особенностями. То есть они меняются и относятся друг к другу лучше. Как ты думаешь, при общении с особенными людьми кто больше получает? Кому оно нужнее? Человек, который с ним общается. Мне кажется, мы такие живем в коробочке и на все проблемы смотрим из этой коробочки. А когда ты общаешься с человеком, который по-другому живет, ты понимаешь, что вокруг тебя еще сколько по-разному можно жить, можно по-разному принимать решения, можно выходить и выходить из этих рамок, выходить и не бояться этого. Мне кажется, это полезное, это взаимное полезное общение. Вообще, в этом общении всегда есть любовь, внимание, вот, есть внимание. А внимание нужно всем. Всем нужно внимание. Я не говорю, что, типа, вот только вот детишкам с особенностью нужно внимание. Нет, у них как раз-таки есть внимание, у большинства от них потрясающие родители, которые за ними смотрят, любят намного лучше, чем, допустим, у ребенка, который каждый день ходит один в школу, возвращается один в школу, варит себе пельмени и как бы не чувствует никакого общения с социумом. Тут скорее, наверное, дело о внимании во взаимодействии, что научиться чувствовать, доверять миру, научиться вот эту любовь получать из доверия к миру, от чужих людей, потому что сейчас, даже если ты подходишь людей спросить, куда тебе идти, ну, они как-то шугаются, даже я пугаюсь, когда ко мне кто-то подходит, что-то спросить на улице, правда, это грустно. Я могу сказать одно, не по годам, мудрая, просто светлая, творческая, чистая, спасибо тебе за это и спасибо за то, что ты все это проектируешь в своем продукте, в своем языке. Спасибо большое. И с людьми, поэтому продолжай, то, что ты делаешь, таких мало, таких вообще одна на миллион. Редактор субтитров А.Семкин